Александр Цибульский представил ежегодный тоглат о социально-экономическом положении в Ненинском округе, включающий основные направления бюджетной, налоговой и инвестиционной политики региона. Мучить сухими цифрами присутствующих на внеочередной сессии регионального парламента в Рио губернатора не стал, а высказал свое введение о перспективах бюджетной политики. За последние 10 лет Ненинский округ стремился к созданию бюджета развития, но достичь поставленной цели так и не удалось, отметил в начале своего выступления Александр Цибульский не исключение и бюджет текущего года. Действительно, наверное, очень резкое и самоуверенное с моей стороны заявление, меня можно в этом упрекнуть, но я честно задаю себе вопросы, на которые не нахожу ответа, и, может быть, вы мне сейчас поможете и скажете, опровергните мои ощущения. Если у нас уже много лет существует бюджет развития, о котором мы говорим, то почему в округе, который находился в бюджетном профиците на протяжении многих лет и при высоких ценах на углеводороды до сих пор нет хороших дорог, у нас огромное количество аварийного жилья, люди десятилетиями в городе Наринмаре стоят в очереди на получение жилья и переходят из категории нуждающихся в жильях, категории переселить немедленно в связи с угрожающим жизни, состоянием жилищных условий. Это вопросы для Наринмара особо актуальны, потому что это все-таки не мегаполис с миллионным населением, а город в общем достаточно небольшим количеством населения, и, как мне кажется, эти вопросы могли решаться. Тем не менее, определенные подвижки в этом направлении, но видны только в последние годы. Сейчас основная задача – не искать виновных, а подумать, как исправить ситуацию, отмечает Александр Цибульский. Ощутимый эффект должен быть на дорогах, квартирах и каждой семье. Бюджет должен иметь две составляющие – первая – социальная, вторая – стратегическая. Экономика региона перешла в фазу устойчивого роста. Это связано с международной финансовой и экономической конъюнктурой, с ростом мировой российской промышленности, а это связано с увеличением потребления уклеводородов. Мы с вами понимаем, что для бюджета, который во многом зависит от доходов именно от этой составляющей, для нас рост мировой и российской промышленности – это прямая корреляция с увеличением дохода бюджета. И сейчас мы находимся в очень позитивном тренде в этом направлении. В округе удалось выстроить сбалансированную бюджетную политику, увеличить доходы от поступающих налогов от юрлиц, снизить расходы на обслуживание госдолга и сам долг, что существенно увеличивает финансовые возможности для принятия инвестиционных и социальных решений. Но проблемы между тем остались. Одна из них – отсутствие должной системы планирования. Один из примеров, который привёл в Рио губернатора – ФАП в Шойне, который мог бы уже больше года принимать пациентов, но из-за того, что в период планирования не были предусмотрены изменения в СНИПах, запуск объекта в настоящий момент невозможен. Но отрицая «предлагай», отметил Александр Цибульский, озвучив пути решения существующих проблем. В основе любого нашего начинания должно всё-таки, коллеги, стоять чёткое планирование. Это должен понимать каждый, кто принимает участие в формировании окружного бюджета. Непроработанные, непросчитанные, не имеющие необходимые документации и предложения, приниматься не должны и не будут. Я вот в бюджетном процессе нахожусь в течение последних семи, чуть больше месяцев, когда нахожусь на территории округа довольно плотно, и скажу, что это безобразие, коллеги, так, как мы планируем бюджет. Я об этом уже однажды говорил, но в последний момент приходить с мероприятиями, на которые нет необходимых предусмотренных законом документов, которые не запланированы заранее, которые не проработаны, и которые имеют примерную ориентировочную стоимость, это невозможно. Так мы никогда не спланируем свои расходы и не сможем грамотно использовать наш бюджет и финансовый документ. Чтобы таких ситуаций больше не возникало, в Рио губернатор попросил финансовый блок ужесточить подход к главным распорядителям бюджетных средств, кардинально усилив ответственность за некачественную подготовку документов. Если неисполнение, не принятие подобного рода документов будет приводить к неисполнению услуги, не доведению до граждан каких-то наших обязательств или не начала реализации проекта, то я предлагаю это рассматривать как умышленная или неумышленная халатность в работе и, в принципе, саботаж. И вообще, если это будет наносить серьезный ущерб дальнейшим нашим финансовым, а я имею в виду здесь в первую очередь по экономическим проектам, то здесь вполне себе можно даже рассчитывать и упущенную, неполученную выгоду для бюджета, а это, извините меня, уже прямой ущерб для бюджета, и мне кажется, есть смысл даже с такими кейсами обращаться в правоохранительные органы. Важной частью работы должно стать публичное обсуждение инициатив. Кулуарным между собойчиком по принятию финансовых решений конец, отметил Александр Цибульский. Вторым шагом должна стать профессиональная детальная проработка проектов. В качестве цели необходимо обозначать абсолютно осязаемые объекты от начала и до четкого завершения. У меня уже есть предложение по поводу списка таких целей и объектов. Я в самое ближайшее время их также публично обязательно озвучу. И мы вместе с населением и с депутатами обязательно пообсуждаем, правильно ли я вижу те основные направления объекта, которые, как мне кажется, могут существенно улучшить социально-экономическое положение нашего региона. Третье направление, которое в своем докладе отметил Александр Цибульский – контроль. Он позволит не только полностью владеть ситуацией, но и корректировать ее в связи с меняющимися условиями и требованиями, например, СНИПов. Постановка целей, их достижения и контроль за ними должны стать тремя китами при реализации бюджета развития, к которому округ стремится. Но чтобы тратить деньги, нужно и зарабатывать. Говоря о пополнении доходной части казны Ненецкого округа, Александр Цибульский отметил, что регион привлекателен в инвестиционном плане. Картина почти идеальная. Правда, очередь из инвесторов пока не стоит. Но у региона есть все основания предлагать конкурентноспособные и комфортные условия для работы в Ненецком округе. Однако остаются проблемы по регистрации объектов недвижимого имущества юридическими лицами. И в этом направлении надо активно работать. Потому что мы знаем, что налог от имущества юридических лиц является в части налоговых доходов одним из основных в статьях доходов нашего бюджета. И здесь нам с вами надо всем, и в первую очередь главам муниципальных образований, прилагать максимум усилий для того, чтобы такие объекты выявлять и на законных основаниях должным образом ставить их на качественный кадастровый и налоговый учет. В качестве предложения Александр Цибульский озвучил возможную мотивацию для муниципалитетов в данном направлении. Я предложу для обсуждения такую возможность, чтобы разработать механизм возврата части добавленной прибыли, которую получает окружной бюджет, в муниципальный бюджет. Словно говоря, если мы заработали 100 рублей от постановки и регистрации новых объектов недвижимого имущества юридических лиц, давайте там, условно, 20 рублей будем отдавать обратно муниципалитет для того, чтобы эти муниципальные образования четко понимали свой стимул и свою мотивацию. При этом этот возврат не должен быть, наверное, одномоментным, а должен уже дальше от этой исчисляемой суммы быть постоянным, ежегодным, и это и будет тем самым бюджетом развития для муниципалитетов. В целом, говоря о доходах окружного бюджета, Александр Цибульский обратился ко всем присутствующим активнее представлять свои идеи по наполнению региональной казны. Всё время полагаться на доходы от углеводородов – комформистская позиция, ведь их движение непредсказуемо. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север».